Авторское телевидение Почему мы решили начать с Армении? Наверное, отчасти потому, что в отличие от многих других наших бывших соседей по СССР, армяне не исчезли из нашей жизни. Напротив, их стало даже больше вокруг нас. Но как всё и как мы сами изменились. Мы привыкли к тому, что теперь они строят нам дачи. Что патруль проверяет их документы только потому, что у них другой цвет волос и другая линия носа. Обыватель ворчит. Кавказцы захватили рынки. Никто уже не помнит. Ещё совсем недавно здесь, под сводами Киевского вокзала в Москве, ежедневно звучали слова. Внимание! Поезд Москва-Ереван отправляется. Просьба провожающих освободить вагоны. А помните, как мы любили с ними дружи? Как они были щедры и великодушны? Как ломились столы от вкусной еды в их домах, когда мы приезжали к ним в гости? Как возили нас на экскурсию в Вичмиадзин, показывали древние рукописи Матанадарана? Как трогательно гордились своими знаменитыми земляками, разбросанными по всему миру? Своим коньяком, розовым туфом и обувью фабрики Масис. Сегодня Ереванский вокзал практически пуст. Только один поезд отправляется отсюда для того, чтобы вернуться через сутки. Ереван, Тбилиси, Ереван. Железнодорожное сообщение с другими городами прервано. Люди здесь шутят. В последние 10 лет Бог разлюбил Армению. Даже в столице, в многоэтажных домах они годами не видели тепла и света. Средняя пенсия составляет около 10 долларов. Немногим больше зарплата служащих. Когда-то в Советской Армении проживало более 3 миллионов человек. Каждый третий из них уехал в поисках лучшей доли. Республика только ищет дорогу, которая приведет ее к благополучию и процветанию. Но мы, собственно, не об этом. Это программа для тех, кто родился, учился, влюблялся, работал, ссорился и дружил на одной шестой части суши в Советском Союзе. Уже 10 лет, как этой страны, нет на карте. К радости одних из нас и огорчению других. Страны нет и не будет. Но мы-то с вами остались. В эфире программа «Верные друзья». Итак, сегодня у нас в студии люди, которые знают и любят Армению. Еще одна наша программа установлена сегодня в мастерской народного художника Армении Рудерфа Хачатряна, где собрались его друзья. Надеюсь, вы многих из них узнаете. Собрались по случаю начала работы над новой картиной. Надеюсь, что вы, господа, присоединились к нашему разговору. Я хочу рассказать вам историю одной семьи. Как и любая семейная история, эта история началась свадьбой. Кто расскажет мне, как женятся в Армении? Конечно, чувства возникают так же, как и в России, но мы проходим стадию обручения. Это до года, после чего играю в свадьбу. Если я армянин, я могу сам выбрать себе девушку и сказать, папа, я хочу жениться на этой девушке? Или это по-другому как-то происходит? Значит, обычно как? Кто-то должен показать кому-то. Ну, не показать, а просто рекомендовать. Ну, это, как сказать, если, например, по роду раньше, как обычно сказали, его дед такой, брат дед такой. И передали так родственную характеру всем. И так изучаем примерно. Не дай бог, болезни не было. А вот если вроде поначалу показалось всё хорошо, потом что-то не так, и хочу я развестись. Это тяжёлый вопрос, во-первых. Разводиться у нас, во-первых, не положено. Как не положено? Не люблю я эту женщину. Ну, как не любишь? Если родители тебя познакомили, родители тебя обручили, всё это у нас не положено, чтобы мы разводились. В армянской семье это было самое такое святое. А в Армении принято красть невесту. Вот оживление в зале. Очень редко. Бывает, но редко. Бывает, но редко. Конечно. Когда приходят за невестой, братья невесты просят выкуп. И у входа начинают переговоры такие вот с представителями жениха, хаворы, да, у нас их называют. Вот. И просят деньги. Ещё прячут туфель невесты, когда она должна уже выйти из дома. И за туфель тоже просят деньги. Спасибо, но вы или не знаете, или забыли ещё об одной традиции армянских свадеб. Она родилась в 1972 году, когда строили мост через ущелье по дороге в Джермук. Эту стройку вёл 10-й отряд Министерства транспортного строительства. И как всегда в те годы, в этом отряде кого только не было. И открывали мост так. Навстречу друг другу, с разных концов ущелья. Бежали по мосту жених и невеста. Встречайте. Виктор и Нина Сухаревы. Расскажите мне, долго ли вы работали в Армении? Я работал 8 месяцев. 8 или 9 месяцев. Ну, до самого конца, до сдачи моста. И мы уехали оттуда 28 декабря. Вы монтажник. Да. А вы Нина? Я медсестра. Медсестра, да? А вы приехали... Вы действительно не были знакомы до этого? Нет, не были. А как познакомились, интересно? Что Виктор заболел? Она была у нас с медсестрой на участке. И всё. Что всё? Вот и познакомились. Больно. Мы познакомились в июне месяц, а в октябре уже пошли под Венец. Быстро. И до сих пор мы живём уже почти 30 лет. Здорово. В следующем году будет. А кто придумал, что надо бежать по мосту? Ну, в общем-то, там за то, чтобы пробежать по мосту и встретиться на при... Да сами, сами. Сами? Было много конкурентов, но решили мы. Там мост устроился из города в аэропорт. Когда эту плиту опускали, последнюю, мы первые пошли. Да. Посмотрите, пожалуйста. Вот это было примерно так. Дерман, да. Ну, конечно, не фата. Красиво. Я хочу, чтобы вы ещё раз поприветствовали Рафа Карапетяна и Ану Сатурян, которые по нашим просьбам бежали по этому мосту. Раф, Аня, Нина, Виктор. Расскажите, что вы чувствовали, вот когда мы вас попросили бежать? Волновались немного. Волновались, что она вдруг раздумает и убежит, что ли? Нет, подскользнуться боялись, упасть. Ну, по-моему, обнимались и целовались вы с удовольствием. По-настоящему. По-настоящему. Вы познакомились как, сами или всё-таки родители? Сами. Мы познакомились в институте. На втором курсе я был. На втором курсе она только поступала. Ну вот, так познакомились. А, ну ничего, родители пережили то, что вы сами это сделали? Да. Ну, да. Мы постарались. А что вы вообще помните об Армении? Вот, может быть, попробовали блюдо какое-то или что-то... Ну, вот такое особенное из армянской жизни. Нина хочет сказать, да? Вы знаете, что запомнилось? Я уже забыла, как называется эта печь, которая делает вот эти лаваши. Как называется печь? Тондыр называется. Ну, так интересно, это, знаете, вот берут огромный пласт и вдруг его так с размаху на стенку. И оттуда вот такие получаются лаваши. А скажите, а были ли у вас какие-то друзья-приятели в Джермуге или рядышком? Ну, чаще с нами общался. Вот из молодых, нашего возраста тогда был. Фамилию уже забыла. Гарик работал, он в милиции. Гагик. Потом переписывались, перезванивались, нет? Нет, нет. Мы как уехали и всё. Гагик, идите к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ Идите сюда. Ну, тут? Да, тут. Изменились ребята? Нет, не изменились. Узнали вы, если вы встретились? Честно сказать, нет. Нина, я знаю, что когда вы ехали расписываться... Вы на чём ехали? На Мерседесе? Мерседес, который называется МАЗ. МАЗ. Машина это везла в нашу столовую. Ящик с Мацони. С Мацони. А в кабине мы. Нина, очень сложный вопрос. Что стоит на каждом армянском столе, когда встречают друзей или празднуют свадьбы? Я на свадьбе не была, если честно, но вообще-то всегда лаваш, сыр, зелень. А из напитков? Ой, ну тогда стоял в то время тогда армянский коньяк. Вино, конечно, да. Громко скажите. Тан. Тан стоит. У нас же не было такой свадьбы, настоящей прям. Вы тан пробовали? Нет. Нет. Вот сейчас попробуем. Ребята, ну-ка помогите мне. Мацони сначала или сначала Джермут. Мацони, хорошо. Ещё класть или хватит? Хватит? А, надо сначала помешать. А вот расскажите мне, пока я это всё делаю, а что такое, зачем надо пить тан? Ну, тан обычно пьют после похмелья. Это очень помогает, да, очень приводит в себя человека. Да. И просто это, когда не было тогда ещё Кока-Колы, знаете, всего этого, был тан. То есть тан это армянская Кока-Кола. АПЛОДИСМЕНТОМ ЯЗЫКЕ АПЛОДИСМЕНТОМ ЯЗЫКЕ Виктор и Нина, сколько лет вы вместе прожили? 29 лет. Целая жизнь. Пожелайте им что-нибудь. Я хочу, чтобы вы уважали друг друга, понимали. И чтобы то чувство, которое было в начале вашего пути, сохранилось, ну, не на 29 лет, но на 50. АПЛОДИСМЕНТОМ ЯЗЫКЕ С армянским столом танам тост не говорят. А на русском телевидении в начале программы не выпивают. АПЛОДИСМЕНТОМ ЯЗЫКЕ Я хочу пожелать этой симпатичной, замечательной паре. Ми, борцы, церянак. Баликнерджанс. Я сказала, чтобы они состарились на одной подушке. Вот. Это наш принятый у нас в Армении тост. Его говорят новобрачным. Ми, борцы, церянак. Можете в качестве репетиции вашего 30-летнего юбилея поцеловаться? А мы вам по-русски горько крикнем. АПЛОДИСМЕНТОМ ЯЗЫКЕ АПЛОДИСМЕНТОМ ЯЗЫКЕ И шагал я совершенно неженатым. И жалел о том, что я не жених. А где-то Свадьба, спать, поспать, поспать попела. И плясала, и крылья эту свадьбу вдаль не сли. Широкой этой свадьбе было, не скатала, и небо было мало из земли. И небо было мало, и 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 земли. Армяне обязательно скажут, что у них государство, которое существует 1750 лет. Вот такие взаимоотношения у нас. Хорошие, хорошие. Но это, конечно, всё анекдот. Да, я понимаю, вот я сейчас только что был в Ереване, и когда ты видишь, что единственный поезд, который приходит, это поезд из Билиси, и единственная дорога, по сути дела, к которой можно приехать, это дорога из Грузии. Всё становится понятно про Ваши взаимоотношения. Как Вы стали народной артисткой Армении? Это вообще было первое звание Ваше? Нет, я была уже народной артисткой Грузии. В Грузии была, и потом вот мне присвоили это звание народной артистки Армении, которой я по-настоящему горжусь. В Армении я сыграла в трёх кинофильмах. Это был первый мой фильм, был Саят Нува, или как его сейчас называют, Цвет граната. Потом был фильм Ари Вик. Я стала такой популярной в Армении. О, Ари Вик, Ари Вик. Я даже слилась, я говорю, столько в грузинских фильмах снялась, и вдруг, значит, все меня как Ари Вик знают. Спасибо, Свет Михайловна. А сейчас я хочу попросить Вас назвать имена тех, кем гордится Армения. Иган Петросян, Арно Бабаджаян, Азнавур, Агаси. Мартирос Сарян, Фрунзик Макарчан, Никита Симонян, Армен Борисович Гарханян. Идон Каспарян. Микаэл Даривердеев. Параджанов. Армен Борисович, насколько Вам комфортно в этом списке этих армян, которыми мы все гордимся? Ответственно, очень. Комфортно, очень комфортно, но ответственно. Потому что принадлежность к нации, к народу со временем становится не только предметом гордости, но и ты понимаешь, что это надо заслужить, это надо, грубо говоря, отработать. АПЛОДИСМЕНТЫ Назовите хоть одного человека, который создал алфавит для какого-либо народа. Кто создал финикийский алфавит? Никто не знает. Кто создал греческий алфавит? Никто не знает. Кто создал хоть один алфавит, которыми сегодня гордятся те или иные народы? Армянский алфавит имеет своего автора. Если все-таки вспоминать 20 века... А если говорить о 20 веке, конечно, мы не можем не назвать величайшего поэта 20 века армянского Ягиша Чаренца. Это абсолютная, абсолютная величина, которая равного не имела. Может быть, вы на правах хозяина добавите что-то? Знаете, что было плохо в советское время? Что поднимали... Вот в Армении Мартирус Сарян достаточно. Один гений есть. Вот Грузия, Гудяшвили, хорошо, давай его, дай им всем звание. И многие гениальные люди, на самом деле, были в стене. Это было очень плохо. То есть по численности народа можно было иметь или одного, а если у вас численность побольше, двух-трех. Метод стахановский. Стахановский метод. Один стаханов на всю, на весь Донбасс. В этом великолепном списке потрясающих и талантливейших людей было названо имя человека, о котором мы сегодня хотим вспомнить. Сергей Параджанов. КОНЕЦ Когда мне позвонил Сережа Бараджанов и сказал, что я должна играть в армянской картине Саят-Нуву, то есть мужчину, я обалдела, обомлела. Я говорю, как? Да, 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 но не бойся, не только мужчину ты там будешь играть, и принцессу Анну, там еще шесть разных образов. Ну, естественно, Армения восстала. Почему должна играть грузинка, да еще женщина, мужчину Саят-Нуву? И мне рассказывает, рассказывает Эльдар Шангелая, что иду я по коридору, значит, в комитете кинематографии, и вдруг услышал, значит, знакомый голос Сергея Параджанова. Я, говорит, прислушался там и слышу, она, во-первых, она армянка, она не грузинка, она чаурилянца, значит, и потом неизвестная она, мужчина или женщина. И на это уже, она такая, ну, Сергей, это уже слишком. То есть он пошел на все, чтобы, значит, меня утвердили на эту роль. Нам для разговора не хватает еще нескольких участников. Дело в том же, что Саят-Наву играло несколько человек. Мелкон Аликян, выросший мальчик из этого фильма. Где вы, Мелкон? Садитесь. Иди, Мелкончик, иди. Один из вас точно не снимался в Саят-Наве. Да, это Рафик. Это Рафик снимался. По-моему, снимался он. Но актеров было несколько. Был еще Велен Голстян, который, к сожалению, не смог приехать. И был Георгий Гигищкори. Народный артист Грузии. Один из самых-самых больших актеров Грузии. Любимых, больших. Он снял пластическую художественную картину с цветом, как живописец, как великий знаток пластики человека. Две фразы, поворот головы или жест такой, он должен быть обязательно значительным, потому что в этом рисунке иначе многословие невозможно. Я тоже обращаюсь к своему пластическому художественному. Это Штриана. Мы вспоминаем Параджанова. Кто-то из вас встречался с ним. Параджанов был в нашем доме. И тогда дом кино был вообще вместо тусовки. И в советское время дом кино попасть невозможно было. Всегда там собирались вечером. И вдруг Наташа, моя жена, показал шали, которые мама, его мама, все это рукоделие прекрасное. Он взял, Наташа, вот так два шала одевать, сказал, вот смотри, ты пойдешь в дом кино, и ты будешь покорить всех баб. На самом деле это были прекрасные одежды. Вот его фантазия вот так работала. Вот что такое Параджанов. Параджанов от нечета создал чудо. Он умел видеть. Вот в этом самое главное. От всего. Вот что, его в глаз попал, он оттуда что-то хотел создать что-то. В этом его гениалность, понимаете? Вот это то, что, вот это, вот это есть идея творца. Вот он творец. То есть он все, что, как царь Мидас. Царь Мидас к чему прикасался, все превращалось в золото. К чему превращался Параджанов, превращалось в произведение искусства. Если кто-либо в 20 веке был реально богом, я прошу прощения за богохольство, которое, ну я имею в виду как творец и, естественно, художник, это единственный человек от начала и до конца бог, который создал свой мир, населил этот мир и руководил этим миром, это был Параджанов. Другого такого человека в культуре 20 века не было. Завен, я вот согласен, Софико, мне тоже странно, что Параджанова приватизировали армяне. Хотя у грузин на него много прав тоже. У меня три родины. Я родился в Грузии, работал на Украине, а умру в Армении. И, в общем-то, естественно, это было его желание. Я понимаю обиду Софико, и я надеюсь, что в Тбилиси будет дом-музей, и в Киеве будет квартира мемориальная. Он на какой-то свой день рождения звал всех, шел по городу, звал всех, думая, что никто не придет, а пришли все, и пришлось тогда накрывать на лестнице. Это было его 50-летие, которое он свой день рождения отмечал в день рождения сына. И свое 50-летие он провел в тюрьме, к сожалению. И вот он, на этот день рождения пришло очень много людей, и действительно, людей негде было сажать, и люди, там Ада в лифте поднимался и чокался с гостями на этажах. Если после трех ночи кто-то звонит, значит, это Сережа Параджанов. Я знаю, что он еще в тюрьме, и его должны буквально вот на днях выпустить, и вдруг, значит, три часа ночи раздается звонок. Я, значит, своим говорю маме, неужели Сережу выпустили? И, значит, я бегу, открываю дверь, и вижу, стоят два армянина, держат огромное зеркало, отсюда, значит, зеркало, и говорят, это вам прислал Параджанов. Для меня это, знаешь, вот отдельная какая-то праздник в моей жизни, Сергей Параджанов. Это праздник в моей жизни. Так странно устроена наша жизнь. Сегодня два фильма армянина Параджанова принадлежат Грузии. Один фильм Украине. В Грузии он родился и жил, на Украине работал. Можно поделить права на фильмы Параджанова, но невозможно даже в нашем новом политическом устройстве разделить Параджанова между всеми нашими независимыми государствами. Как нельзя, хочу я вам сказать и разделить Саят Наву, который писал и на армянском, и на азербайджанском, и на грузинских языках. Спасибо вам. Спасибо. Мы вспоминали тех, кем гордится Армения, а вот на вопрос, чем гордится каждый армянин без исключения, я сам знаю ответ. Ничто не наполняет его сердце таким светлым восторгом, как воспоминания о победе Ереванского Арарата над Киевским Динамо в 73-м году. Мне опять нужна ваша помощь. Кто помнит тот матч? Я была на этом матче. Оказывается, бывают не только золотые руки, но есть еще золотые ноги. Это речь идет об истоянии, который забил два гола. Вот. И потом, значит, когда мы спускались, уже возвращались с матча, то весь эскалатор и много было там болельщиков, значит, вот, скандировали. Арарат, арарат. Вот это до сих пор я не могу забыть. Знаете, я сама из Москвы, и для меня это было, конечно, необычно, потому что действительно ликовал весь город, город не спал. Выносились столы, еда, делались шашлыки. Симаен Никит Павлович жил в гостинице Арарат. И окна его выходили прямо на памятник Ленина. И весь памятник Ленина был облеплен молодыми ребятами, которые кричали, «Саватанэм, Ленина снимем, тебя поставим!» Вот мы здесь вспоминаем великую победу Арарата 73 года. Помните ли вы матч? Ах, как не помню. Это замечательно. Вы были на трибуне на одном дне? Конечно, я был с флюсом даже. И я был на трибуне, но мы были в разных местах. Да, но не по разные стороны баррикады. По одной стороны, да. Это замечательные вещи. Я всегда боюсь, чтобы эти вещи не прибавили нам неуважения к другим футбольным командам, я бы так сказал. Наоборот, я думаю, что это должно в нас родить любовь. Потому что это по-настоящему армянское. Армяне очень любвеобильный народ. Правда. Все, кто приезжают в Армению... А простите, это какое имеет отношение к победе Арарата? К тому, что мы не ищем врагов. И сейчас я был со спектаклем в Ереване. Три дня. Буквально в марте. И, ну, тяжело. Мы с вами говорили сегодня, что тяжелая ситуация. Бедности много и так далее. И нас принимали, угощали. Я моим русским коллегам все время говорил о том, что армяне переживают очень трудное время. Они там на меня очень подозрительно смотрели. Потому что те столы, которые накрывали, никак не иллюстрировали трудное время. Я говорю о любви. Вот это... Видимо, Арарат Динамо был высшим проявлением любви. Нет, к Украине, к Украине, к Украине, да. Вне всякого сомнения. Победить Украину, это было высшее проявление любви. Хорошо. Теперь у меня просьба к залу. Вы сейчас будете скандировать так, как стадион приветствует Арарат. А я приглашу сюда прославленного тренера Арарата Никиту Симоняна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Но я хочу вам сказать, что и опять в этом деле не обошлось без грузина. Котэ Махарадзе. Я на месте, я говорю. Хорошо, наушники. Внимание, внимание. Говорит и показывает Еревань. Хотя этот матч остался не в Ереване, но сегодня тут столько армян, столько счастливых, прелестных лиц, что это самый блистательный матч, проведенный тем составом реванского арарата, которым руководил Никита Павлович Шимоньян, когда играли замечательные футболисты. И вот когда они в 72-м впервые максимально приблизились к высокому званию чемпионов Советского Союза, и вот сейчас идут последние минуты матча. Киевляне в белых формах, и вот нарушение правил, и капитан Киевлян Колотов пробьет штрафной 0-0 счет. Мяч устарован, удар воротом, гол! Гол! Все меньше и меньше времени остается у эреванского арарата отыграться, а потом добиться и победы. К этому и стремится вся команда. Вот болельщики, приехавшие из Эревана, болеют за свою команду, вот армяне перехватывают мяч, протягиваются вперед. Там опасное, так сказать, в обороне здорово играют киевляне. Вроде отбыли мяч. И вот мяч у Иштаяна, удар воротом. Нет, вратарь забивает этот мяч. Снова атакуют армянские футболисты. Все это происходит в штрафной площадке. Вот Никита Павлович Шимоньян. Молодой какой был, а! Вот сейчас последует еще одна атака эреванского арарата. Всей командой, даже вратарь вышел к центру. Остальные все в атаке. Все приближаются к штрафной площадке. Арарат, арарат кричат на трибунах. И ну это понятно. Надо сомневаться. Иштойян, удар воротом, гол! Вот сейчас последние минуты матча. Вот удар воротом. Это Иштойян бил. Снова Леонид Иштойян. И счет становится 2-1. Тут после этой победы блестяще сыгравшие футболисты эреванского арарата получают право поехать в Европу и защищать честь огромной страны на европейских стадионах. Сейчас у нас в пресс-конференции участвуют Никита Симоньян и Константин Махарадзе. Но прежде перенесемся на стадион Роздан, где по нашей просьбе собрались те самые игроки арарата 73. Аркадий, вам слово. Я думаю, что этот матч, который был с Динамо Киевом, он носил для нас принципиальный характер, потому что арать никогда не был обладателем кубка. Я думаю, самое главное было для всех армян, живущих в Армении и во всем мире, что маленькая республика взяла и кубок, и чемпионство завоевала. Никита Павлович, я помню, когда во всей общей радости, когда мы в Новогорск приехали, там несколько бутыл шампанский, он сказал, ребята, выбейте по бокалу шампанска за победу. Мы все отказались. Это его поразило и одновременно обрадовало. Выпили, выпили. Ну, может, кто выпил, а кто не выпил. Я, например, не выпил. А почему? Да, потому что мы готовились. Через 4 дня была уже очередная игра на чемпионат СССР. Хорошо, спасибо. Я вижу, у вас есть что добавить. В советское время доминировала концепция «Единая общность советский народ». Ты там еврей, русский, армянин и так далее. Твоя этническая принадлежность никого не интересовала. Ты советский. Народ все равно хотел себя реализовать и выразить. И спорт превращался в то место, где народ себя выражал. И поэтому в спорте пытались побеждать украинцев, чтобы показать украинский футбол. Это лучший футбол. Там художественная гимнастика украинская – это лучшая. Что там Малейка Сабирова какая-то танцовщица. Она уже не танцовщица. Это не балерина в американском и европейском. Нет, это таджичка. Это величайшая танцовщица. И в этом отношении победа Арарата – это проявление национального духа. Вот так воспринималось. И только в таком случае миллионы людей могли выбежать на улицы, жарить шашлыки, не спать ночь и праздновать все. Аркадий, ну и несмотря на все это, существовало спортивное братство. Вот сейчас мы это ощущаем. Тогда это нормальное явление было. Общение. Общение. И никогда не думали, что может нас так разлучить. Сейчас мы, конечно, думаем, что вот то, что было, это драгоценная для нас дружба такая была у нас. Когда мы ехали, чувствовали себя дома. Это было в России, на Украине, я не знаю, во всем Союзе. Вот сейчас больше ощущаем, что этого нам не хватает. Так, продолжаем разговор. Скажите, пожалуйста, вопрос на Египте Симоняновке. Для вас тоже это был звездный час? Вот за все эти годы, которые вы в футболе, день и матч, который вы вспоминаете, вот так, как вспоминают его наши гости. Команда 73-го года, она имела в своем составе звезд, выдающихся звезд, которые уже готовы были к решению больших задач. Вот сидящий здесь Эдуард Маркаров, Аркадий Андресян, Алеша Абрамян, Шура Коваленко, Заназанян Ованес, Иштаян Ливон, Казарян Коля. Ну, в общем-то, всех я могу перечислить, потому что все ребята знали, что делать на футбольном поле. Поэтому без звезд ни один великий тренер не добьется победы. Хочу сказать о Никите Павловиче. Во-первых, это гордость всей Армении. Вот только что перед началом этого сюжета мы спрашивали, кого знает зрительный зал из выдающихся армянских деятелей. И наряду с Сарьяном и Сараяном, Амбарцумьяном и Хаджатурьяном было названо имя Никиты Павловича. Это огромное признание. Но я к этому должен прибавить еще, что и мы гордимся, Никитой Павловичем, потому что он воспитанник грузинского футбола. Он начинал свою дорогу к Уме. Один анекдот, можно я сказать? Нужно. Реванский аронат спросили, вы выиграете у сборной Бразилии? Они сказали, выиграем. Каким образом? Оденьте на них форму тубилистского Динамо, и мы выиграем. Спасибо большое. Где-то вдали Догорает закат, И не дают они Людям сбиться с пути, Часкутники вы подарили. И не дают они Людям сбиться с пути, Часкутники вы подарили. Город над широй Серебрится в реке Громче, громче! Арки мостов В сказочном сне Окна больших домов Погасили огни Лишь неустанно горят Фонари, Как не любить Святочных патрулей Как не любить Добрых огней Пусть навсегда они Людям светят пути Мои ночные друзья Пусть навсегда они Людям светят пути Мои ночные друзья Ух! Ух! ШУМ МОТОР История, которую я хочу сейчас рассказать вам, не имеет никакого отношения ни к прошлому, нашему общему, ни к Советскому Союзу. Это история из настоящего времени, из сегодняшнего дня, и в ней, как, впрочем, и в всех предыдущих историях, настоящие люди. Давайте посмотрим сюжет. Это замечательный человек, прекрасный хирург. Ну, как человек, он во все судьбы вникает очень глубоко. Вот мальчик этот был такой, еле ходил. Сегодня у него и цвет, и он на здорового ребенка похож. Мы ему все благодарны, мы из Грузии, и, дай бог, ему тысячи лет жизни, я не знаю, эмоции прям этот захлестывает. Я отец этого ребенка. Мы приехали сюда, они так тепло приняли нас. Они спасли моего ребенка, сохранили жизнь. Мы поняли, что жизнь – это любовь. Мы вас всех любим. Спасибо вам. Мы благодарны за все, что вы сделали. Хочу сказать большое спасибо отца и матерям за их мужество, за то, что они, преодолев такие большие расстояния, привезли сюда своих детей и доверили их нам. Слезы родителей всегда придают мне силы во время операции. И когда я вижу выздоравливающего ребенка, я понимаю, что моя жизнь имеет смысл. Доктор Грай Равекимян сделал уже 31 бесплатную операцию для детей из бывших республик Советского Союза. Он и сегодня работает, он не смог оставить госпиталь, но у нас в студии его коллега, его правая рука, человек, который стоит на всех операциях рядом с ним и через несколько лет заменит его на этом посту – Вилен Манукян. Скажите, как к вам попасть вообще? Кто может надеяться на то, что попадет к вам? Надеяться может каждый человек, который нуждается в нашей помощи. Какие случаи вы берете себе и кому вы вынуждены отказать? Ответ на это чисто медицинский. Мы берем все случаи, которые нуждаются в хирургической коррекции и отказываем только тем больным, которым нельзя оперировать, на наш взгляд. Мы работаем столько, сколько нужно. Сутки – это не только 24 часа, это иногда начинается и кончается, когда нужно. То есть тут временных никаких барьеров нет. Это все зависит от ситуации. Если она требует что-то, независимо от времени, независимо от погоды, независимо от чего-либо, мы идем на операцию. Это, наверное, делается во всем мире так. А как ты должен настроиться перед тем, как войти в операционную? Ну, а настроиться, да, это настраиваешься много десятилетий, и потом начинается. Вот как начал, так уже нельзя настраиваться. Это все нужно делать глобально. У нас в гостях Дима Дуванов с мамой Еленой и папой Владимиром из села Хлебное, Липецкая область. Расскажите вашу историю. Ну, Дима родился сразу с врожденным пороком сердца. Вот. Так как мы семья военнослужащих, нам приходилось ездить по всей стране великой. Вот. И Диму, в общем, смотрели многие клиники. И Московская, и Бакулевская клиника. Но никто ничего делать с нами не хотел, так скажем. Потому что у него была тетрада фало, и 10 лет он не мог ходить. И вот только благодаря, в общем, клинике, вот, Ереванской, и всем врачам, которые там, мой сын сегодня ходит. Ну, это промежуточная операция. Нам предстоит еще сделать одну операцию. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Потому что я... То, что я увидела в этой клинике, это не передать словами. Там отношение людское, безграничное, просто безграничное. Поэтому я благодарна. Вот низкий... АПЛОДИСМЕНТЫ У меня в руках вот такой документ, посмотри. Детского Виктория Геннадьевна, 98-го года рождения. Она живет в Белоруссии, в Могилевской области, в поселке Костюковичи. Вот ее фотография. Мы нашли большую часть суммы, необходимую для того, чтобы эту операцию этой девочки сделали. Я по национальности армянин, с другой стороны, я гражданин России. Мы в Коми-Перменском округе открыли благотворительный фонд. Ну вот, девочка белорусская, фонд, который в Коми-Перменском округе, в Республике Армения находится. Это кардиологическая больница. Поэтому все это, конечно, в какой-то степени даже симптоматично. Вот. И поэтому, конечно, ну, скажем так, я не думаю, что жители Коми-Перменского округа на меня будут в обиде, что мы вот оказываем помощь белорусским. Много спорят, ошибка была или нет, распад Союза, да. Но вот то, что ясно одно, от того, что политики разошлись, люди страдать не должны. Мы должны объединяться. Элементом объединения, конечно, в том числе служит и помощь. Если наши деньги помогут это делать, всегда будет счастье, здоровье. Я думаю, что здесь незамедлительно нужна операция, потому что время сильно работает против ребенка. И я думаю, так, уже независимо от того, невзирая ни на какие финансовые вопросы, мы просто перекроем всю остальную часть нехватающих денег, и ребенка нужно быстро отправить к нам, мы пообследуем и пропеем. Мы можем так и передать. Спасибо. Низкий поклон вам, доктор, от всех нас. Спасибо вам. Мы вернемся через несколько минут. Смотрите нас после выпуска новостей. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...